Казахстан планирует увеличить производство сельхозтехники. С июня в стране запустили программу льготного лизинга агромашин отечественной сборки на 120 миллиардов тенге. В следующем году планируется довести бюджет проекта до 200 миллиардов. Кроме того, увеличился экспорт зерновых, осваиваются новые направления перевозок. Подробнее о развитии рынка агропромышленного комплекса в следующем сюжете. С начала года мы видим значительный рост сразу по нескольким позициям. Так, экспорт бобовых увеличился в три раза. Основными импортерами стали Афганистан, Таджикистан, Туркменистан. Поставки казахстанской кукурузы в этом году выросли в полтора раза и составили 117 тысяч тонн. Также вырос экспорт риса и чечевицы. В целом, основными направлениями экспорта казахстанской сельхозпродукции остаются страны Центральной Азии. Но ведутся работы по диверсификации и поиска новых рынков сбыта. В следующем году Казахстан планирует побить рекорды по экспорту масложировой продукции в Китай с объемом поставок на 250 миллионов долларов. Как отмечают эксперты, для поддержания таких темпов необходимо обновление парка тракторов и комбайнов. Прогнозируется, что годовой объем производства сельхозтехники в стране к следующему году вырастет до 300 миллиардов тенге. Если 2-3 года назад доля продукции предприятия отечественного сельхозмашиностроения на рынке реализации техники составляла буквально 10-20%, то по итогам 2023 и уже на 1 ноября 2024 года у нас есть данные доля рынка продукции предприятия отечественного сельхозмашиностроения составляет уже 85-90% на рынке. Для повышения доступности отечественной техники в Казахстане с июня работает программа льготного лизинга. Планируется поэтапное увеличение бюджета проекта до 450 миллиардов тенге. Все это, по словам экспертов, не только обеспечит внутренние потребности, но позволит и дальше увеличивать экспорт казахстанской сельхозпродукции. Амир Хайдаров, 24КИЗ.